В Индии В Индии живет малочисленный, но весьма интересный народ. Парсы. Основной ареал их проживания это штат Гуджарат и столица штата Махараштра Мумбаи, бывшей Бомбей. Парсов не так уж и много, всего 110 тысяч человек в мире. Из них всего 70 тысяч проживают в Индии. Попали они в эту страну, бежав из Ирана, который покинули до его исламизации. Поэтому они по сей день приверженцы зороастризма. Кстати, Фредди Меркьюри один из представителей этого самого народа. И отец бывшего премьер-министра Индии Раджива Ганди тоже был парсом. Почему я вспомнил об этом народе? У них весьма любопытен обряд похорон. По поверьям парсов, все бытие состоит из четырех священных стихий. Огня, воды, воздуха и земли. Осквернять эти стихии – величайший грех для любого парса. Поэтому своих умерших парсы не хоронят, как христиане и мусульмане, дабы не осквернять землю разлагающимся трупам. Не сжигают их тела, как индуисты, дабы не осквернять огонь. Не топят трупы в воде, дабы не осквернять, соответственно, воду. И не оставляют гнить тело на поверхности земли, чтобы не осквернить воздух зловонием. Что делают парсы? Они поднимают тело покойного на крышу башни молчания в Мумбаре. А через несколько минут эти бездыханные тела уже обгладывают стервятники. Этот обряд похорон проходит в одно и то же время, поэтому стервятники уже надрессированы и прилетают издалека в одно и то же время, чтобы не пропустить обед. Нет, мой зритель, сегодня речь не пойдет ни о парсах, ни об Индии. О стервятниках, только не пернатых стервятниках, а общипанных, а людях-стервятниках, которые по-своему обгладывают покойников, теребя их своим больным воображением. Особенно, когда пишут бездарные стихи и подписывают их именами покойных известных поэтов и публицистов. И особенно этим грешат в Азербайджане. И этот удар приходится в основном почему-то на творчество Александра Сергеевича Пушкина. Мне бы очень хотелось, чтобы этот выпуск просмотрела и российская, русская общественность. Ибо Пушкин не умиляет достоинства других русских поэтов, конечно же, номер один в русской поэзии. Да что там в русской, в русскоязычной, скажем так, поэзии для всего, для всех народов того же постсоветского пространства. Чтобы очернить меня, некоторые азербайджанские пользователи высказывают какие-то гадости обо мне, видимо, судя по себе. А некоторым азербайджанским блогерам, по их словам, стыдно за меня. Хотя стыдно должно быть за своих соотечественников. Ну да ладно. Речь не обо мне. Поговорим о тех, кто своего народного поэта Низа Ами читает только в переводе на азербайджанский язык. Так как иранский поэт не владел языком варваров, поговорим и о том, каким кощунством занимаются в Азербайджане. И дело не в тазите Пушкина, где есть отрицательный персонаж, говорящий положительному персонажу. Поди ты прочь, ты мне не сын, ты трус, ты раб, ты армянин. Об этом мы уже говорили в одном из выпусков и возвращаться не будем. Сочинители все равно не оценят, раз не могут отличить слова Пушкина от слов его персонажей. Причем самых отрицательных персонажей. Мы поговорим о том, как азербайджанцы за Пушкина пытаются сочинить стихи и поэмы, оскорбляя армян. Многие наверняка сталкивались с мамедовой поэмой и претензией на Пушкиниану под названием «Гибралтарские писания». Сочинители из разряда народной поэтессы Азербайджана Лейлы Алиевой, где она воспевает мух, котлеты и сигареты, спустя почти 180 лет после смерти Пушкина написали за него стишок. Свойственный только бакинской пропаганде манере. Самое любопытное, что если погуглить, то этот шедевр «Овечьей мысли» можно найти лишь на азербайджанских сайтах и на их же страницах. Видимо, поэт-невольник чести писал именно для азербайджанцев, о которых он тогда не знал, но предполагал, что таковые будут ровно через 100 лет после его гибели. Так вот, только в одном месте я нашел эти стихи, не связанным с азербайджанским сайтом. Это был живой журнал Игоря Панина. Итог, как оказалось, пользователь разместил у себя, чтобы ознакомить своих подписчиков с азербайджанскими дурачками. Вот и сами комментарии под этими так называемыми стихами. Игорь Кинг пишет. Если бы АЭС узнал, что ему приписывают такую лажу, в смысле исполнения, то расстрел заслужил бы автор одной только эпохальной второй строчки. Игорь Панин отвечает. Ну, дык, Лариса. Хоть я и не блондинка, но туплю. Это шутка? Это антиармянская пропаганда. Михаил Мудрик. Вот тут, и привносит он ссылку на сайт форум бакиллар.ас Вот тут эти самые писания очень серьезно относятся. На неологизм звений, внимание, правда, не обращают. Как и на стилистику. И вообще, у них в школе проходит лишь поэму «Тазид». Про путешествия в Арзрум они слышать не хотят. И величка для них авторитет. Дело в том, что такая пропаганда в Азербайджане имеет государственную поддержку. Пишут себе новую историю. Эх, нефтедоллары, знаете ли. Про путешествия в Арзрум точно подмечено, но об этом чуть позже. На днях подоспели еще одни Мамедовые стихи с претензией на Пушкиниану. Выслал мне их мой приятель, журналист одной из известных российских изданий. Они перед вами. Зачитывать их не буду. Так как, в отличие от первых, овечьи мозги начинают фантазировать на ту тему, что ниже пояса. Мне вот интересно, азербайджанскому блогеру, которому стыдно со мной говорить, не стыдно за эти произведения своих соотечественников? Как настолько валерьяны действуют из всего этого мусора на меня лишь одно обстоятельство. Цивилизованность армян, как молодых, так и не очень. Которым не приходит в голову ответить азербайджанским зомби подобным образом. Все ж армяне знают цену творчеству, литературному наследию. Ведь армяне писали былины, стихи, философию, книги по медицине. Еще в те времена, когда предки людей с непрерывной дефекацией ни о книгах знать не знали. Ни о науках, в частности. Высшее некто упомянул о путешествии в Арзрум. В России и в советские годы это произведение Пушкина было включено в программу средних школ. Советую почитать азербайджанцам это классическое творчество Александра Сергеевича. Там и об армянах, и о грузинах, но нет ничего об азербайджанцах. Ну, что есть, то есть. Что касается армянской тематики, то Пушкин часто обращался к ней. Его персонажами были как сами армяне, так и армянские географические объекты. Например, в стихотворениях «Дон», или «Опять увенчанным и славой», или «Черная шаль». Кстати, там есть и такие строки. «Однажды я созвал веселых гостей. Ко мне постучался презренный еврей. С тобою пируют, шепнул он. Друзья, тебе ж изменила гречанка твоя». Надо ли полагать, что Пушкин обозвал евреев презренными, а гречанок распутными девками. В Азербайджане, может, и можно. Но для знатоков поэзии, понимающих термин «персонаж» это исключено. Также исключено, чтобы кто-то из армян, цитируя эти строки Пушкина, в той же «Черной шале» называл гречанок распутницами, ссылаясь на Пушкина. «В покой отдаленный вхожу я один, неверную деву лобзал армянин». Можно привести в пример и Гаврелиаду Пушкина, где поэт, воспевая любовь духовную, говоря о Боге, Марии и Архангелах, упоминает армянское предание. Творец любил восточный пестрый слог. Потом, призвав любимца Гавриила, свою любовь он прозой объяснял. Беседы их нам церковь утаила. Евангелист немного оплошал. «Но говорит армянское предание, что царь небес, не пожалев похвал, в Меркурии Архангела избрал, заметя в нем и ум, и дарование, и вечерком к Марии подослал». Одни только эти строки можно привести в качестве примера, что армяне у Пушкина в поэзии выступают в качестве символа христианства, символа чистоты и кротости. Именно поэтому в Гаврелиаде он приводит пример армянское предание, размышляя о божественной любви. Именно поэтому в Тазите бандиту Гасубу Пушкин вложил в уста армянина, который не мусульманин, не кровожадный, не живущий по правилам жестоких адатов, горцев, грабежей и убийств. Также Пушкин тесно дружил с армянами, был в хороших отношениях с кишиневским чиновником Артемием Худобашевым, архиепископом Григорием Закарианом, семьей обамелек Лазаревых, у которых часто гостил. А в юности любил посещать лекции о Востоке в Лазаревском институте восточных языков, основатели которого были Лазаряны, предки Марфы Авакимовны Лазаревой, жены Давида Абамелика, российского полководца. Пушкин любил поигрывать с их маленькой дочерью Анной, которая через много лет, будучи уже взрослой девушкой, переводила стихи поэта на французский язык. Кстати, сам Александр Сергеевич посвятил Анне Давидовне такие стройки. «Когда-то, помню с умилением, я смел вас нянчить с восхищением. Вы были дивное дитя, вы расцвели с благоговением, вам ныне поклоняюсь я. За вами сердцем и глазами с невольным трепетом ношусь, и вашей славою и вами, как нянька старая, горжусь». И еще некоторые произведения Александра Сергеевича Пушкина были переведены на армянский язык еще при жизни поэта, чем никто в регионе похвастать не может. Разве что в Европе. Например, «Бахчисарайский фонтан» и «Кавказский пленник». Автором перевода был Никита Эмин, настоящее имя Макартыч Афсепович Карапетян, филолог, историк, педагог, переводчик, профессор Лазаревского института восточных языков. Итак, мы видим, как поэт знал армян, дружил с армянами и упоминал их в своих произведениях. Впрочем, как и греков, грузин, евреев и прочих. Но, подобно азербайджанскому поэту Низа Ами, ни строчки не написал об азербайджанцах и даже не упоминал о них. А ведь тоже люди, в конце-то концов. Просто, видимо, Пушкин когда-то и не приметил их. Да что там Пушкин? Это все же начало 19 века, ранняя стадия становления. Азербайджанцы еще в зародыши были. Но Есенин, как мог Есенин не приметить азербайджанцев в начале уже 20 века, находясь в Баку? Как вообще он мог в Баку писать не азербайджанские мотивы, а персидские мотивы? И как он посмел в этих самых персидских мотивах в Баку посвящать стихи армянке Шагане, а не азербайджанские Чубюши? Чудеса да и только. Подписывайтесь на канал и оставайтесь с правдой вместе с нами.